В Иерусалиме состоялась шестая церемония награждения новых лауреатов премии имени Юрия Штерна. Эта премия с 2009 года вручается репатриантам-деятелям искусства за выдающиеся достижения и особый вклад в израильскую культуру. Премия очень израильская, по сути, ведь только в стране репатриантов можно заслужить признание на государственном уровне, продолжая писать романы, издавать журналы, снимать фильмы на своем родном языке, петь по-французски или на мхарском, плясать привычных африканских ритмов. ПЕСНЯ И один, вернее, одна, из США. Это Мелисса Тауп, приехавшая в 2015-м из Нью-Йорка, молодой, но уже известный фотограф. Не всем, конечно, везет получить израильскую премию через два года после репатриации. Большинство русскоязычных лауреатов из Алии 90-х и получили признание дома спустя четверть века. Это премия у меня Юэштерна, и очень важно, что израильская премия. Ну вот что ты чувствуешь по поводу того, что наконец-то здесь дома ты что-то получил? Я чувствую, что это правильно. Мне это важно, мне это приятно. Я рад, что ради этой премии сюда пришло столько людей. Безусловно, писателям и поэтам, пишущим по-русски, получить признание широкоизраильской публики сложнее, чем музыкантам или танцорам. Нина Гершман, выпускница Красноярского хореографического колледжа, буквально сразу после приезда стала солисткой израильского балета. Сейчас, спустя 25 лет, она его художественный руководитель. Не была забыта коллегия из Суди и Алия из Франции, весьма богатая творческими людьми. Я родилась в Ницце, Франция. Приехала сюда 8 лет тому назад. Я создаю скульптуры для городов, для музейных экспозиций, для галерей. В Израиле намного труднее пробиться в мире искусства, но постепенно, постепенно, и все будет хорошо. Для меня эта награда – большой почет. Я счастлива и надеюсь, что это поможет мне в дальнейшем. Конечно, для новых репатриантов, тем более из Франции или Эфиопии, имя Юрия Штерна связано только с премией. Но память об этом неординарном человеке, безвременно ушедшем в 2007 году, по-прежнему свежая и дорога и его семье, и нам, израильским старожилам. Он был очень энергичный, очень сильный, очень умный человек. И он всегда старался, наверное, изменить эту жизнь. И вот сегодня, если бы он посмотрел, находился бы здесь, он бы сказал, что ему это удалось. Потрясающе талантливый самобутный поэт Симон Крайтман в Израиле 27 лет. Но начал писать стихи лишь в 2006-м. Смотрите, вино наливают, это фрукты, овощи лежат. Господи, мы радуемся, наша задача радоваться. Если мы ее выполняем, значит, все в порядке. Всякие такие мероприятия помогают нам радоваться собственной жизни. Это первая премия Крайтмана, так что и ему, и нам за него есть чему радоваться. И поэт прав, главное праздник и свобода, особенно в творчестве. Кстати, весьма характерно, недавно Министерство Абсорбции переименовали в Министерство Алии и Интеграции. То есть никакого растворения и переплавки. Замечательно, что государство в лице учредителей премии Юрия Штерна признает не только вклады репатриантов развития культуры Израиля, но и их право на свой стиль, колорит и язык. Право быть самим собой. Редактор субтитров А.Семкин